В эфире «Автограф дня». Я Александра Питунина. Добрый вечер. Мы готовы подвести информационные итоги вторника, 5 марта. В регионе развивается система ранней помощи особенным детям. Какие методики используют специалисты. Архангельский морской кадетский корпус и командование авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписали соглашение о сотрудничестве. По море появился новый бренд «Северная Трехречи» и теперь будет продвигать туристические маршруты на юго-востоке региона. Семь северянок борются за звание красы Росгвардии. Кто представит наш регион? В традициях десантного братства под Новодвинском прошла 10-я юбилейная эстафета внуки Маргелова. Численность населения области в 2018 году сократилась более чем на 10 тысяч человек. Такие данные сегодня озвучили на пресс-конференции Архстата. Основные причины – это отток населения за пределы региона, а также отрицательная рождаемость, когда число умерших превышает количество родившихся. Помимо этого в области сохраняется высокий уровень безработицы. Этот показатель почти в два раза выше, чем в среднем по северо-западу. Отрицательный результат продемонстрировало и жилищное строительство. За год введено в действие почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Это на четверть меньше, чем в 2017 году. Но здесь следует учитывать, что показатель 2017 года был рекордным за последние 25 лет. Также в Архстате назвали размер средней заработной платы в регионе. Сейчас этот показатель составляет 45 211 рублей на человека. Это на 4 тысячи меньше, чем в среднее по северо-западу. Продолжаем выпуск. Поставить на ноги и приложить все усилия, чтобы малыш впоследствии стал полноценным членом общества. Система ранней помощи особенным детям развивается в регионе. Этой теме был посвящен специальный семинар. Наши специалисты совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, обсудили методики помощи малышам до трех лет. Годовалая Лиза занимается на специальном вертикализаторе. Аппарат очень дорогой, стоит порядка 200 тысяч. Маме девочки он не по карману. Только благодаря занятиям. В многофункциональном реабилитационном центре семья может дать отпор болезни. Диагноз у нас такой не очень хороший, что мы ходить не сможем. И вообще думали лежать будем. Ну, по крайней мере, вот начали какие-то движения делать. И мы смогли перевернуться. Для нас это очень большой шаг вперед. Сделать шаг вперед теперь могут и семьи Вильского района. С октября здесь работает центр специальной помощи «Скворушка». Сейчас помощь здесь получают 17 детей. Мы активно им помогаем. Проводим различные консультации, тренинги для родителей. Также специалисты работают. Это педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Именно в комплексном подходе заключается успех всей системы ранней помощи. Она направлена прежде всего на реабилитацию и социализацию особенных детей до трех лет. Функционирование модели ранней помощи в регионе обсудили на семинаре специалисты из Архангельской области и Санкт-Петербурга. У меня такая ответственная задача сориентировать в историческом контексте по поводу эволюции ранней помощи в Российской Федерации и по сути места Архангельска в этом эволюционном и революционном процессе. Система ранней помощи в Архангельской области зародилась 19 лет назад. Сегодня в регионе действует 10 служб, оказывающих такую помощь. Очень важно, что такие службы ранней помощи есть не только в Архангельске, но и в Северодвинске, в Устьянском районе. То есть география расширяется и, конечно же, задача, чтобы таких служб и было больше, доступность ранней помощи была так можно больше и эти службы были ближе к людям. На семинаре специалисты обсудили возможность внедрения новых технологий и методик в специализированных центрах в районах области. Приоритетная задача на сегодня увеличить количество точек, где проводится реабилитация малышей. Александра Ширяева, Юлия Митина, Евгений Зыков, Регион 29. В Архангельском морском кадетском корпусе сегодня необычный день. Там принимали делегацию командиров тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Этот корабль – гордость российских вооруженных сил. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве. В чем оно заключается, расскажет Михаил Меньшенин. Морской кадетский корпус имени Николая Кузнецова и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теперь роднит не только имя Героя Советского Союза. Подписанное соглашение о сотрудничестве рассчитано на три года. Один из самых важных пунктов этого договора – возможность кадетам с экскурсией побывать на авианосце. А самые достойные получат право проходить практику на его палубе. Подписанное соглашение – это первый шаг к тому, чтобы в бускники морского кадетского корпуса после окончания военных вузов отправились служить на авианосец «Адмирал Кузнецов» уже в качестве офицеров. «Ступив только на палубу данного крейсера, уже возникает какое-то чувство гордости, что такое сложное техническое инженерное сооружение у нас есть на вооружении в стране». Сегодня 70% выпускников кадетского корпуса продолжают обучение в высших военных учебных заведениях. Причем многие кадеты выбирают карьеру именно офицеров. «С первого по пятый курс институтов военно-морской академии в Санкт-Петербурге во всех институтах ребята наши имеются». Особая часть сегодняшней церемонии – награждение отличившихся кадетов за успехи в учебе или спорте. Возможно, именно эти ребята первыми посетят крейсер «Адмирал Кузнецов» и пообщаются с его командой. «Такие связи нужны и важны для того, чтобы вести и мощную профориентационную работу. Подписание соглашений нацелено на это, ну и, соответственно, упрощить связи с флотом». Помимо этого команда авианосца будет участвовать в патриотическом воспитании кадетов и посещать корпус с уроками мужества. Первое такое занятие с восьмиклассниками здесь провели сразу же после подписания соглашения о сотрудничестве. Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, «Регион-29». Юному жителю Архангельской области в Московском музее Победы вручили награду «Горячее сердце». Сергей Савелов оказал помощь своему сверстнику. Он увидел, как мальчик скатился на ватрушке с ледяной насыпи и ударился о дерево головой. Подросток вылетел из ватрушки и не мог пошевелиться. Все произошло на переправе между Хабаркой и Бревенником. Сережа Савелов сумел погрузить мальчика на ватрушку и два километра тащил его до дома. Благодаря его действиям мальчику была оказана своевременная медицинская помощь и удалось избежать серьезных последствий для его здоровья. 11-летний Сергей Савелов был в числе 28 приглашенных лауреатов. Всего награду удостоились 140 человек. Четверо из них посмертно. Около 4 миллионов рублей. Если экспертиза подтвердит подлинность, столько может стоить одна из шести монет, переданных сегодня городскими властями Архангельскому краеведческому музею. Одна из первых увидела новые экспонаты Александра Ширяева. 1835 год. Резал Павел Уткин. Можно разглядеть на монете номиналом в полтора рубля. На ней изображен император Николай I с семьей. За это монета получила имя семейной или фамильной. Всего их было отчеканено 40 штук. На аукционах за оригинал дают порядка 4 миллионов рублей. Эти полтора рубля и еще пять монет разного номинала глава Архангельска передал сегодня краеведческому музею. В городскую УВД монеты передал неизвестный коллекционер. Он их нашел на территории Архангельска. По предварительным оценкам они подлинные, что в разы увеличивает ценность коллекции нумизматики краеведческого музея. Достаточно много этапов ей придется пройти. Но учитывая уникальность, то есть мы берем на себя такое право и говорим, что да, скорее всего, но уже на очень высокий процент, уже как посмотрит комиссия. В июне комиссия пробирная палата из Великого Устюга проведет тщательную проверку этих шести монет. Только после оценки станет известна их точная стоимость и степень подлинности. Тогда же монеты смогут увидеть и посетители музея. Александра Ширяева, Ольга Красулина, Регион 29. На юго-востоке области развивается новый туристический бренд. Северная Трехречия объединила шесть муниципальных образований. Бренд создан для продвижения туристских маршрутов на этой территории. Но участники Трехречия пошли еще дальше. Они решили сделать свой бренд не только интересным, но и визуально узнаваемым. Что из этого получилось в материале Елены Кермич. Узнаваемый, яркий, интересный, необычный, современный. Свой яркий символ, как вишенка на торте. Теперь о Северном Трехречии не только слышат, его знают. Когда мы вместе, когда мы в Северном Трехречии, когда мы предлагаем продукт, который связан не только с тем, что приедут на территорию Коряжма, не только с тем, что приедут на территорию Котласа, а приедут в Котлас, посетив Красноборский район, проехав по территории Коряжмы, далее проследовав Филиготский район, вот это уже интересно. По-особому позиционировать туристский бренд решили в Котласе. Идею в жизнь внедрили дизайнеры из Москвы. В основе знака три реки. Это ключевой символ территории. Обрамлением для них служат кроны из клюквы. Именно эта ягода ассоциируется с Севером. Для того, чтобы привлечь внимание, нужно использовать все органы чувств, в том числе и вкус, и осязание, и запахи. Я сегодня хочу продемонстрировать наш символ, который уже выражен такой красивой броши, который украшает, так сказать, наши костюмы и по которым нас уже легко вычисляют на выставках, что вот это юг Архангельской области присутствует здесь. Эффектная брошь, красочная открытка или календарь. Вариантов применения брендбука много. Использовать его могут не только специалисты туристско-информационных центров, но и предприниматели, общественники, мастера. Кстати, одними из первых идею подхватило Котласское собрание депутатов. Решили, что покажем пример другим территориям на юге Архангельской области, которые входят в Северное Трехречие, применив бренд Северного Трехречия, цветовую гамму Северного Трехречия для того, чтобы использовать наши презентационные продукции. Чтобы не только позиционировать себя в составе Северного Трехречия, но и сохранить свою индивидуальность, шесть городов и районов Южного Куста могут добавлять в символику свои штрихи. Например, в Коряжме это может быть картон, бумага или кедровая шишка. В Красноборском районе птица или белый гриб. Для Велиготского характерен лен, Доленского – снежинка. Елена Кермич, Алексей Ватчик, Регион 29. Сейчас немного потребительской информации, не переключайтесь. В доме белья огромный ассортимент трикотажа, сорочки, пижамы, халаты и не только. Порадует широкий выбор постельного белья и полотенец по низким ценам. Прекрасным подарком для близких станут пледы и покрывала из шерсти альпака и мериноса. Много подарков для вас и ваших друзей. Ищите подарок на 8 марта? Чайно-кофейная лавка «Самовар» спешит на помощь. К вашим услугам универсальные подарочные наборы из чая, кофе и сладостей. Тюльпаны дома круглый год? С Ивановской текстильной выставкой это возможно. Здесь вы найдете комплекты постельного белья из бязи, поплина, сатина. Новинка – белье из вареного хлопка, который вобрал в себя все преимущества идеального материала. Заодно сможете порадовать себя комплектами стеганого постельного белья. И это также новинка. Обратите внимание, на выставке очень большой выбор домашнего трикотажа. Зашла сюда за подарком маме. Вот выбрала халат махровый. Покупкой довольна. Довольными вы точно останетесь, если обратите внимание на яркие и пестрые скатерти. Здесь их сотни на любой вкус. Так же, как и детских постельных наборов. Одним словом, здесь тысячи идей для оригинальных подарков. Дорогие покупатели, мы рады видеть вас у нас на выставке. Вы можете приобрести различные подарки по доступным ценам для своих милых дам. Также мы не забыли про мужчин. Ивановская текстильная выставка работает на втором этаже торгового центра «Корона» на Воскресенской, 14. Каждую среду читайте в газете «Правда Севера». Главные события недели, аналитические материалы, полезные статьи, мнения первых лиц области, кроссворд и ТВ-программа, в розницу и по подписке. Газет много, «Правда Севера» одна. Вы смотрите «Автограф дня», мы продолжаем. Кого назовут красой Росгвардии, узнаем 27 марта. Федеральная служба впервые проводит всероссийский фотоконкурс. За звание «Самый красивый» борются и семь сотрудниц ведомства из Архангельской области. Об условиях участия в конкурсе Юлия Митина. Кашля нету? Жалоб нету? Все отлично, да. Как аппетит? Кабинет ветеринара в региональном управлении Росгвардии мохнатые питомцы не жалуют. Постоянные смотры и перевивки не по душе. А вот Елизавета Черенкова регулярным встречам с четвероногими друзьями рада. Ветеринаром она мечтала стать с детства. В Росгвардии девушка не работает еще и года, но признается, служба не только приносит удовольствие, но и постоянно дает толчок к профессиональному развитию. «Захотелось узнать что-то нового. У нас ветеринария вообще-то очень обширная такая профессия. Не только мы занимаемся, значит, обслуживанием собак и лечением, также мы проводим видственную экспертизу продовольствия. И здесь именно в данном случае это стихия». В плотном рабочем графике Елизавета решила выкроить время на участие во всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Его впервые проводит центральный аппарат ведомства среди представителей из прекрасного пола, которые находятся на службе. От управления Росгвардии по Архангельской области участвуют семь красавиц. Среди них и Ксения Стирманова. В Росгвардии она полгода, признается. За короткий период времени успела прикипеть к службе сердцем. «Я очень люблю то, чем я занимаюсь, и мне безумно нравится своя работа. И, наверное, я бы не променяла ни на одну другую профессию. Я на самом деле привыкла работать, мне кажется, среди мужчин, потому что 10-11 класс я уже заканчивала в военно-спортивном классе. И уже с этих времен, мне кажется, я привыкла работать в мужском коллективе». Условия конкурса просты. Организаторам нужно было разместить портретные фото девушек в социальных сетях Росгвардии, а также рассказать про участниц и их хобби. «По условиям конкурса каждый территориальный орган Росгвардии отбирает на своем уровне фотографии и направляет их на окружной этап. Ну, в частности, мы в Северо-Западном федеральном округе отбираются 7 лучших работ, и затем они направляются в центральный аппарат Росгвардии, где подводятся окончательные итоги». Онлайн-голосованием на сайте Росгвардии определят 12 лучших фото. Итоги конкурса подведут 27 марта. Юлия Митина, Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион-29. В традициях десантного братства под Новодвинском прошла 10-я юбилейная эстафета «Внуки Маргелова». За звание лучших соревновались 18 команд со всей России. «В этом году мы принимаем не только Архангельскую область, 10 муниципальных образований, но и 5 регионов». Все команды – победители муниципальных этапов. «Каждый из муниципалитетов, который провел уже муниципальный отборочный этап, каждый из зональных центров, получит на свой баланс материно-техническое оснащение в виде армейских лыж и рюкзаков десантника, что позволит им каждый год проводить мероприятия на хорошем уровне». Задача участников – на лыжах в экипировке весом 16 килограммов преодолеть трассу в полтора километра. На ней 7 заданий, в том числе теоретический экзамен, лаз по-пластунски, стрельба и даже метание гранаты. Первое место в соревнованиях заняла команда «Пульс» из Северодвинска. «Наверное, самое сложное – это были у нас лаз и под конец еще и носилки, потому что уже сил не хватает, все уставшие уже останавливаются, передыхаем, руки меняем, а лаз многие могли задеть там как-то. Ну и еще, конечно, стрельба. Стрельба – да, тоже такой непростой этап достаточно. Но, в принципе, мы справились». Второе место у команды из «Орла». Бронзу взяли они Жанне. Победители отправятся на соревнования в Псков. Соловки вновь стали большой спортивной ареной. Там прошли уже традиционные хоккей на валенках и соловецкая лыжня. В этом году за право называться лучшей сражались шесть команд, в том числе сборная регионального правительства, областного собрания депутатов, Архангельского морского кадетского корпуса и, конечно, местные жители. И хотя турнир носит товарищеский статус, все команды вели серьезную борьбу в каждой игре. «Абсолютно положительные эмоции, спортивный интерес и чуть-чуть не повезло, к сожалению, но тем не менее. Мы очень рады, что нам вновь выдалась такая возможность поучаствовать, побороться, показать себя». Победа в хоккей на валенках и переходящий кубок у сборной правительства региона. «На самом деле, прошел отличный турнир. На Соловках классное настроение. Сильные команды. Все игры были абсолютно на характере, на волевых». В заключительный день фестиваля «Соловецкие сполохи» участники встали на лыжи. На старт вышло 50 человек. В этом году соревнования прошли в поддержку наших спортсменов, защищающих честь страны на универсиаде в Красноярске. Это все новости на сегодня. Желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова